Нельзя сказать, что сохранность территории отличная. Изношеннее всех выглядит улица Лейпунского. Лавочки загажены голубями, местами сломаны деревяшки. С металлических элементов слезает краска, повсюду ржавчина. У перехода разрушается тактильная плитка. С металлических столбиков давно исчезли навершия, а сами столбики забиты мусором. Жители резонно замечают, нельзя ли хотя бы что-то из перечисленного исправить в рамках гарантийных обязательств. По гарантийным обязательствам эти объекты у нас проходят, они у нас обследуются. Как в весеннее, так и в осеннее время сотрудники выезжают совместно с представителями подрядных организаций. Если возникают какие-либо вопросы, соответственно, это составляются акты и направляются на устранение подрядной организации. В том году шкаф библиотечный на сквере Шацкого был поврежден вандалами. То есть подрядчик откликнулся, восстановительную работу провели и все вернули, поставили на свое место. Будем смотреть пообязательному, потому что по срокам это у нас, скажем так, один из первых объектов, один из больших был. Поэтому сейчас по срокам тоже у заказчика уточним, узнаем, будем проверять эти моменты. На улице Липунского установлены камеры видеонаблюдения. Почему бы вандалов не привлечь к ответственности? Дмитрий Федоров утверждает, что материалы направляли в полицию, но результата не было. А навершия столбиков умыкнули еще до установки камер. Позднее стащили и пластмассовые, сделанные на замену. Мусор из столбиков извлечь очень трудно, говорит руководитель благоустройства. Так спрессовался, что не вытащишь. Почему сами трубки не заварили сразу, чтобы не было искушения, вопрос открытый. На Курчатова-13 ситуация тоже не фонтан. Про голубей уже много писали. Вот старые кадры сидений. Сейчас их отмыли, но надолго ли? После рейда главы администрации появились воззвания к обнинцам не подкармливать птиц. Но очевидно, что проблема не в этом. Люди неизбежно будут приходить посидеть здесь с мороженым, чипсами, семечками, другой едой. А голуби, в надежде что-то получить, будут прилетать снова и снова. Даже если их перестанут подкармливать целенаправленно. А неудачная конструкция сидений неизбежно приведет к тому, что их вновь загадят. Мы экспериментально, скорее всего, поставим отпуговитель, который будет голубей по карамере в радиусе. Проведем, скажем, тестовую работу. Потому что точно такая у нас ситуация на Липунского, когда сердобольные жители с магазина выходят, там с детьми гуляют, потом птичек не покормить, там начинают это... То есть у нас, ну, скажем, такая ситуация на Липунского, где мы эти лавочки нам приходится подкрашивать, перекрашивать. Дополнительно мы там еще поставим таблички, предупреждающие о том, что наши доброжелательные жители, которые гуляют, подкармливают, чтобы там не производили это. По словам Дмитрия Федорова, обычно скамейки моют раз в сезон. Сошел снег, грязь смыли и еще перед покраской. Есть на Курчатова и другие проблемы. Облезает краска, крошится бетон. Вот в таком состоянии перила были во время съемки. Из всех подрядных организаций, которые у нас есть, все, как правило, откликаются. У нас единственная подрядная организация, которая выполняла работы, по Курчатова-13, она у нас в стадии ликвидации предприятия. То есть там, скажем так, предъявлять претензии некому. Ну, там как бы из строя-то вышли, скажем так, больше силы это деревянные конструкции, которые в ближайшее время мы будем ремонтировать, красить. А если в данном случае там еще банковская гарантия до сих пор еще живая, то есть, как я сейчас говорил, на примере дорогов, то мы будем обращаться к заказчику о том, чтобы эти работы были компенсированы за счет средств банковской гарантии, которые обеспечивают исполнение контракта. Сквер на улице Шацкого сохранился лучше, но он и был сделан последним. Проблемы есть и тут. Ржавчина, потертости на лавочках, грязь. Смахнуть с сидения опавшие листья не проблема, но когда это именно грязь, комфортно ли будет сидеть на такой лавке? Это возвращает к вопросу о необходимости мыть скамейки чаще, чем по весне и перед покраской. По скверу около кинотеатра «Мир» Дмитрий Федоров пообещал разобраться. Сотрудники заедут, посмотрят. О нехватке работников в муниципальном автономном учреждении благоустройства говорят часто и много. Тема всплывает практически на каждой дорожной комиссии. В интервью Дмитрий Федоров обмолвился, что покраска тех же лавочек движется медленно, потому что маляр один. Вакансии свободно есть, потому что работа настолько непопулярная, потому что с одними днями находиться сейчас в данный момент, у нас погода там, скажем так, жаркая, но весь день находиться на свежем воздухе, а шли там покос территории города или уборка урн. Мы сейчас даже с вами не про зарплату говорим, а про саму работу, что не все желают, потому что даже если взять у нас зеленое хозяйство, целый день привезти на посадки города. Мы с Татьяной Клайной этот вопрос прорабатываем, прорабатываем, где-то сотрудников стараемся поддерживать материально, поэтому в этом плане работа тоже ведется. Нехватка рабочих рук – серьезная проблема, тем более Обнинск продолжает расти. Если вспомнить, каким он должен стать по генплану в не такой далекой перспективе, ситуация с кадрами грозит выйти Обнинску боком. Как быть? Неясно. Из разговора с Дмитрием Федоровым складывается ощущение, что ситуация безвыходная. И как будто пока идет речь только о палеотивном лечении этой проблемы.